Ну, я не могу сказать, что там что-то такое прям уж совсем, но и не бессимптомно, к сожалению. То есть у него там есть температура, есть определенные к здоровью вопросы, достаточные для того, чтобы мы его в больницу быстренько отвезли, и там под наблюдением хороших медиков он уже занимался своим здоровьем. Ну, температура и там несколько еще проявлений этого заболевания, которое, в общем-то, ну, не должно, наверное, быть предметом нашего разговора, пусть там врачи занимаются. Я счел необходимым сделать так, чтобы он оказался в клинике под наблюдением высококвалифицированных врачей. Он проходил лагерь, все было нормально, периодически созванивались с командой, да, команда тоже докладывает, что все нормально. Вот. Потом вот Камила, которая у нас занимается пиаром, там позвонила первая, сказала, что-то я сомневаюсь, что-то Саша как-то не так. Потом с Ваней поговорил, с тренером тоже, так сказать, у него, он говорит, что же что-то не то. Вот начались спарринги, что-то не то. Вот. Я позвонил Сашу, он говорит, ну, он как всегда чувствует себя отлично, готов сражаться хоть час в любом месте, с кем угодно, у него же нет другого ответа, он всегда готов на все. Вот. Ну, потом температура поднялась, и я уже как бы говорю, все хорош, давайте, собирайтесь, вся команда на изоляцию по домам. Саня, поскольку он единственный, у кого есть проявление, вот, его в больницу. Вся команда сдала, соответственно, тесты. Вот. У всех чисто у одного человека, тоже не буду говорить кто, но у одного человека из команды положительный тест. На всякий случай вся команда на изоляции. Этот человек с положительным тестом, соответственно, тоже строго на изоляции. Саша в клинике, потому что Саша единственный человек, у кого возникли вот именно проявления. Да никому не охота ехать в больницу-то, и мы бы с вами не захотели просто так. Ну, я не могу так рисковать, не хочу. Я хочу понимать, что если есть какие-то вопросы к его здоровью, он должен быть под наблюдением врачей, точка. То есть другого нет, это должно быть так. Если у человека там поднимается за 20 дней до боя температура высокая, ну, наверное, вопрос решен, и бой надо переносить. Вот в условиях пандемии, в которых мы находимся, это не у ИРВИ, это все-таки заболевание достаточно серьезное. Поэтому так лечимся. Я с врачами на связи, они таких прогнозов, сколько займет лечение, не дают. Вот, они говорят, что сейчас ситуация обстоит, ну, в общем, неплохо, если так можно говорить про человека, который находится в больнице. Вот, ну, в общем, все не так плохо. Нормально, просто нужно пролечиться. Ну, и как бы вообще, я считаю, что ему не повредит сейчас отдых, ему не повредит сейчас побыть одному там отдельно от других людей. Вот, все это, конечно, малоприятно, это понятно, но раз так случилось, значит, будем находить из этого плюса. Ну, например, мы там с доктором договорились, что помимо того, что он, в принципе, находится в клинике и лечится, помимо этого он еще пройдет там очень подробную такую диспансеризацию и сдаст там все анализы, пройдет там кучу всяких исследований. Свообразно. Вообще впредь, да, сделаем такое техобслуживание заодно. Вот, и уже начали это делать, просто сейчас он как бы, что называется, в красной зоне, то есть не все исследования ему делать можно, но те, которые можно, сделаем сейчас, а те, которые нельзя сейчас, сделаем, когда выздоровеет. Ну, короче, приводим в порядок все. Я думаю, что это даже на пользу, пусть отдохнет, раз уж так получилось. Спокойно, а что тут сделаешь? Ну, все знают Сашу, и все знают, что мы, в общем, вполне честные, порядочные люди, ничего выдумывать не будем. Они понимают прекрасно, что вряд ли мы бы пошли на какой-то подлог и стали бы придумывать историю про перенос, просто хотя бы потому, что нам, наоборот, выгоднее было этот реванш как можно раньше делать. И мы, наоборот, были сторонники сделать реванш как можно раньше. По понятным причинам, Саша в хорошей форме сейчас на взлете, при том, что возраст и, соответственно, каждый день – это немножко потеря кондиции, поэтому на месяц нам это затягивать нельзя. Плюс, как бы, мы все понимаем, что Уайт там побывал в нокауте, и чем раньше мы проведем бой, тем у Саши больше шансов повторить эту историю. Ну, есть на другое мнение, что, наоборот, Саша уже в возрасте, и ему так скоро выходить на второй бой, спустя три месяца после окончания первого лагеря, после того, что это могло бы негативно сыграть как-то? Есть очень много всяких разных мнений. Ну, говорят, знаете как, не надо читать там советские газеты по утрам, то есть нет других, то вообще никаких не надо. У нас что-то демократно, давайте проголосуем, когда бой проводить или еще что-то. Ну, как-то мне виднее вот эта часть, я буду принимать это решение и отвечать за него. Сейчас получается так, что Саша там заразился коронавирусом, переносим бой, ну, значит, переносим. У нас сейчас есть время там подготовиться, пройти вот это ТО, отдохнуть ему, начать потом, назначим новую дату боя, опять проходить лагерь. Ну, отлично, значит, опять будет проходить лагерь, все начнем заново, все еще раз пройдет, выйдет, я думаю, да бог там, в нормальной форме. Вот, сейчас самое главное вылечиться, потому что вообще болячка такая неприятная. А вот вообще так, с позиции Уайта, у вас не вызывал какой-то вопрос, удивление, что он согласился на такой реванш после такого духовного нокаута, то есть там время, через три месяца выходить из жизни здоровья сильно опасно? Ну, что касается его здоровья, у него есть врачи и у него есть промоутеры, ну, у него есть люди, которые о нем заботятся, так скажем, и это вопрос к ним. Что касается его желания побыстрее выходить, по-человечески понимаю, он себя считает сильнее, он действительно ввел в этом бою, и причем так, с серьезным преимуществом, вот, и проиграл тяжелым нокаутом, ему хочется реабилитировать, ему хочется доказать и так далее, и так далее, по-человечески понимаем. Плюс к этому, какие как бы обсуждения, у нас в контракте прописан реванш. Нам за этот реванш, ну, не нам, а Саше, хорошо достаточно платят. Что уж тут говорить, что, ну, как бы, Саша не молодой боксер, и сейчас, конечно, если ему предлагают какие-то хорошие деньги, я хочу, чтобы он заработал побольше. Потому что очевидно, что через какое-то время ему заканчивать карьеру. Сколько еще боев он проведет? Один, два, три? Ну, я не знаю, но, наверное, небольшое количество. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы он ушел из бокса, имея деньги. Если ему хорошо платят, я стараюсь, наоборот, сделать так, чтобы он эти деньги получал. Поэтому для него это выгодно. В данном контексте, чтобы было понятно, и чтобы не было на эту тему каких-то там спекуляций, мир бокса занимается там Саше, и в некоторых случаях там какими-то боксерами, не беря никаких денег с них. То есть, я же говорил, у меня другой бизнес, в котором я зарабатываю. И то, что касается бокса, это такая история, где мы поддерживаем боксеров. Соответственно, с Аней вот именно так. Весь гонорар, который платится, весь гонорар получает Саша. Именно для того, чтобы он побольше денег получил, прежде чем он уйдет, чтобы ему было проще. Я думаю, что реально, но мы пока не говорим об этой дате, как о какой-то такой свершившейся. Мы говорим, что это ориентировочная дата. Попадем в эту дату? Прекрасно. Сейчас, когда Саша выздоровеет, будет реально понятно, сколько у нас осталось времени, в каких кондициях он находится, какие у нас есть возможности по датам, в принципе, когда есть мероприятие, тогда и поставим точку в этом образе. Конечно, читал. Слушайте, комментариев столько, но люди же разные. То есть, есть же люди, которые вообще без головы. У них просто голова отсутствует, как органы. Они пишут всякую херню руками на клавиатуре. Такие люди тоже бывают. Но если на всех обращать внимание, ты же с ума сойдешь. Ну, очевидно. Ну, каждый, кто знает Сашу, ну, как бы вся его история, это все время давайте драться. Ну, очевидно. Ну, и по поводу такой темы, что вот, избегает боя, это при том, что мы этот бой наоборот тянули, избегает боя, поэтому там закосил, там лег в больницу. Ну, слушайте, у нас вот такая вот пачка документов об его обследовании, которые подтверждают о том, что у него ковид, в том числе и такие специфические исследования, как компьютерная томография, например. Ну, если у меня с Эдди Хернг какой-то вопрос возник и подобного рода, я готов предоставить все эти документы вплоть до того, что, как бы, показать их, там, я не знаю, в суде, если такое возникло бы. Но у нас такого не возникло, потому что Эдди Хернг на самом деле вполне человек разумный, и он знает, как мы работаем, и знает, что нам надо, что нам не надо. Это, мы на такую вот ерунду не пойдем. Это, ну, не наша история. Но если бы мы были бы против этого реванша, мы бы так и сказали сразу, что, там, допустим, мы, да, окей, мы по контракту должны, мы будем делать, но мы не хотим этого сейчас. Мы хотим это, там, через, я не знаю, пять месяцев, допустим. Ну, мы бы так и сказали, в чем проблема. Но такой риск есть всегда, потому что он же еще может заболеть, или он может травмироваться, или что-то еще случится, я не знаю. Но с точки зрения вот разума, наибольшей вероятности событий, соперником должен быть Уайт. Безусловно, потому что это и есть в контракте, и он очень хочет, и это реванш, и к этому приковано очень серьезное внимание. Эдди молодец в том плане, что он делает, в общем, довольно резонансные бои. И, безусловно, реванш Поветкин-Уайт, это такая резонансная история, на которую весь мир обратит внимание, и все будут ее смотреть. Если у него есть такая возможность, он находится в форме, почему сейчас не провести бой. Это же деньги. То есть он же тоже зарабатывает деньги. В этом нет ничего плохого. И если у него такая возможность есть, ну, ради бога. Ну, представляете, условно, он проводит бой и проигрывает. Бывает и так? Ну, там уже актуальность и интерес к реваншу Поветкину-Уайт пропадет. Наверное, но к Поветкину не пропадет. К Поветкину, наоборот, вернется как бы вся логическая история, что как бы, ну, отлично, а теперь выздоровел Поветкин, что покажет он. Наверное, тогда с победителем Уайта уже надо будет делать Поветкина. Ну, вариантов масса. Выйдем, поговорим, обсудим, решим. Не проблема. Сейчас идет пандемия. Это очень хреновая, неприятная болячка. Она очень быстро и сильно распространяется. Я думаю, мы даже не знаем все, насколько сильно это распространено. Потому что среди моих знакомых многие заболели. Каждый из нас сейчас наверняка имеет друзей или знакомых, кто заболели. Поэтому соблюдайте меры предосторожности. Следите за своим здоровьем. Будьте здоровы. Старайтесь не заражаться. вся эта история, она довольно неприятная.